Дорогие друзья, здравствуйте! У молодых людей в Министерстве молодежи, потому что так наверняка вам будет проще понять молодых. Несмотря на то, что вы молоды, у вас такая должность, еще помимо этого очень много занятости, у вас маленькие дети. Я даже не знаю, как вы все это успеваете. Спасибо, что нашли время для наших слушателей и зрителей. Сегодня тема нашего эфира — Николаевский форум. Я предлагаю сразу с места в карьер. Почему Николаевский? Что это за форум и кому? И чем он может быть полезен? Расскажите. Добрый день, уважаемые радиослушатели, зрители. Действительно, у нас уже стартовал в республике шестой раз Николаевский форум, который посвящен в первую очередь дню рождения нашего первого президента республики Сахая Кутия Михаиловича Николаева. Он его сам учредил, придумал, что этот форум будет такой вот хорошей дискуссионной площадкой, где будут звучать разные мнения по разным темам. И ранее этот форум проводился в первую очередь для ребятишек. Он назывался «Николаевские чтения». Проводился очень такой долгий промежуток времени. То есть в это время дети могли писать эссе, сочинения, дебаты проводили и так далее. Позже форум также стали проводить для представителей, для руководителей муниципалитетов, для глав поселений, на слегов. И в этом году тоже будет такая практика. Завтра также будет встреча с главами муниципальных образований. И с этого года впервые придумали сделать молодежную площадку форума. И мы в такой надежде, что эта инициатива приживется и первый блин получится никомом. На самом деле детскую даже, да? И дети тоже участвуют. Да, дети участвуют. Это все происходит параллельно, буквально практически во всех школах республики. Сегодня в том числе в Николаев-центре проводился ряд мероприятий. Ну а молодежная площадка непосредственно будет завтра, 13 ноября, в Николаев-центре. И в онлайне, в зуме мы встретимся с молодыми людьми не только города Якутска, но и всей республики. Это прямо из Николаевского центра будет вестись эфир или это отдельные какие-то площадки? И я знаю, что регистрацию для того, чтобы участвовать, нужно пройти в Инстаграм. Расскажите подробнее, как этот алгоритм. Кто-то поедет в Актемце и будет оттуда, да? Как-то выходить в эфир или просто это будет отдельное мероприятие. А кто-то будет встречаться в Инстаграм? Или как это? Расскажите. Да, расскажем, конечно. В первую очередь для желающих принять участие в форуме необходимо зайти на сайт Николаев-центра и посмотреть документы о форуме и заполнить довольно простую форму заявки на участие в форуме. Сайт Николаев-центра, если сложно найти его в интернете, то можете в Инстаграм зайти на мою личную страницу или на страницу Николаев-центра нашего министерства или любой из наших крупных молодежных организаций. Там есть ссылка на этот сайт для регистрации. Все мероприятие будет проходить в формате Zoom, только в онлайне. В Николаев-центре у нас будут со-модераторы, которые будут основными помощниками, организаторами мероприятия, ну и мы как основные организаторы. Все эксперты, участники будут выходить со своих мест дислокации там, где они находятся, там, где им будет удобно в Zoom. В течение полдня практически мы будем работать по четырем трекам, по четырем площадкам, по четырем направлениям, которые мы определили не просто так, а исходя из направлений, стратегии, развития Якутии в 21 веке. Это в первой четверти 21 века, если быть более точной. Это та стратегия, которую написал Михаил Ефимович и предлагал руководствоваться. На самом деле она писалась в 90-е годы, но получилось очень и очень такое пророческое. То, что там прописано, многие вещи реализуются и реализованы. И в том числе там четыре основных направления, которые такие, как ключевые указаны, ну, в числе остальных, это формирование здорового образа жизни. Тогда мы помним, что в 90-е годы принималась доктрина здорового образа жизни, и тогда был принят путь развития республики по этому направлению, был принят ряд нормативно-правовых актов и так далее. То есть мы об этом поговорим, о ЗОЖ, и как его формировать, и надо ли его формировать вообще, спросим у молодых людей. Далее направление семья. Как раз Михаил Фимович создал тогда комитет по делам семьи в нашей республике. Это была уникальная структура для всей России. Нигде отдельно по семейной политике не было вот такой структуры. Потом этот комитет перерос в Министерство по делам молодежи, семейной политики и так далее. Сейчас этот функционал выполняет Министерство труда и соцразвития. Здесь мы поговорим о проблемах современной семьи, в том числе, конечно, в первую очередь молодой семьи. В направлении экология – это то направление, которое у Михаила Фимовича звучало, как природопользование, сохранение природы. Сейчас это тренд на самом деле настоящий мировой по сохранению и экологического биоразнообразия, и, в принципе, более экологичного, сейчас говорят уже осознанного образа жизни. Вот это самое популярное направление. На него уже сейчас более 20 заявок поступило. И если вы хотите принять в нем участие, то торопитесь, потому что скоро мы по нему уже заявки прекратим принимать. И направление права, правовое просвещение молодых людей – это направление предложили ребята из молодежного парламента республики, которые у нас действуют при Илту Мэн. Они предложили его сами, сказали, что есть проблема в том, что население не очень разбирается в своих правах, в принципе, что правовое просвещение суперактуально, и самое главное, что они точно знают, как его нужно вести. Поэтому будут даже его сами модерировать, это направление. Наверное, будет интересно. Правда, у меня по этому направлению есть некоторые вопросы, что мы получим в итоге этого трека. Тогда это будет проходить в форме диалога, как вы хотите услышать мнение молодых людей о том, как есть на самом деле, насколько они могут быть откровенны в этом эфире. Задумка такая. Сначала вообще думали разрабатывать какое-то продолжение стратегии, которая была написана ранее, которая бы соприкасалась со стратегией развития республики до 2032 года и с перспективы до 50-го года. Но потом всё-таки мы решили пригласить на площадки ребят с реальными проектами или же с проектными идеями. И в первую очередь тех ребят, у которых, например, есть проектная идея, они с ней подались на различные... Сейчас прямо очень много разных грантовых конкурсов есть, где можно получить поддержку. Они с ней подались на этот грантовый конкурс и не получили поддержку. И вот в таком недоумении, что с этой идеей делать дальше, не знают, где найти другую поддержку, не знают, как её реализовать. Или, например, если у них проектная идея, они её хорошо сделали, а теперь хотят масштабировать на другие районы и так далее. То есть вот такого рода молодых людей мы пригласили с такого рода проектами. И зарегистрировались ребята, которые представляли свои идеи проектные на очень-очень разных площадках. Начиная от федеральных площадок даже, заканчивая мелкими муниципальными площадками. И экспертами в форуме будут эксперты научного сообщества, то есть это представители Северо-Восточного федерального университета, это будут представители нашего законодательного собрания, то есть депутаты уважаемые, и представители исполнительных органов власти, которые непосредственно уже готовы взять в реализацию какие-либо из идей. На самом деле уникальность этого форума именно в том, что здесь мы наконец-то сталкиваем вот эти вот три направления, и наконец-то научное сообщество мы приглашаем к диалогу, обсуждению, то есть те проекты, которые ребята придумали, будут ли они актуальны, есть ли разработки в этой теме у учёных, что бы они могли порекомендовать, изменить, может быть, в этих проектах, может быть, что-то схлопнуть между собой, какие-то проекты объединить и так далее. То есть вот в таком ракурсе можно говорить, что это будет определённый эксперимент. Вот, допустим, кто-то сейчас из молодых людей смотрит нашу программу, у кого-то, может быть, есть какие-то идеи, интересные какие-то проекты, но он ещё не подал заявку. Вот просто это в голове. А что нужно посоветовать такому молодому человеку? Может он, да, присоединиться и рассказать о своём проекте? Или всё-таки уже должна быть какая-то у него база, где он предъявлял уже свои какие-то... Нет, мы приглашаем присоединиться даже того, у кого вот ничего ещё нет оформленного на бумаге в Word, потому что просмотрели список заявок. Есть ребята, которые пишут, что пока в формате проектной идеи, которую я обсудил с тем-то, с тем-то, готов, силы есть, смогу реализовать, но чего-то не хватает. Тем более, что это форум, это же такой определённый старт. То есть далее мы планируем, что проекты, проектные идеи, их авторы попадут в такой определённый акселератор, это такая форма прокачки проектных идей с приглашением уже других экспертов. То есть это вот как такое начало большого пути, возможно, будет для кого-то. И эксперты как раз-таки в каждом треке будут рекомендовать определённое количество проектов, чтобы их ввели в акселерационную программу в будущем. Вы сказали, что тема экологии очень популярна. А можно ли как-то озвучить, что именно хотят сделать, хочет сделать молодёжь, представители молодёжи в этой сфере? Ну, к нашей большой радости, да, в принципе, молодёжь уже много чего делает в этой сфере. У нас и движение раздельного сбора отходов, оно начатое и продолжается молодыми людьми в первую очередь. И, к сожалению, часто не очень понимается старшим поколением. Извините, что перебиваю, я только знаю Антона Васильева, который активно убирает город, а вот больше никого не знаю. Вы говорите, что много делается. Да, волонтёрское движение есть. Раздельный сбор Якутск. Почти 8 тысяч человек в Инстаграм. Есть группа волонтёров, которые как раз-таки ведут разъяснительную работу и со школьниками, и со студентами, и, в принципе, с теми, кто так или иначе даёт запрос, приглашает. Это только одно из направлений. Далее у нас есть ребята, которые, в принципе, занимаются экопросвещением разным. Например, вот подали проект, в котором я, правда, тоже принимала как инициатор участие. Это мусор в кубе, который стоит у нас в парке. Слышали, может быть, о таком проекте? Нет. Нет, да? Одна конкретная семья собирала свой мусор и складировала его в прозрачный куб. То есть у нас считается, что одна семья 2 кубометра примерно мусора собирает в год, а здесь мы решили собрать этот мусор, показать, потом его рассортировать. Не очень приятное зрелище. Да. Не очень приятная работа, прям совсем неприятная. У нас сейчас реклама будет, и мы вернёмся и продолжим разговор. Мне уже интересно. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии гость и заместитель Министерства по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Любовь Клюкина. И мы говорим о Николаевском форуме, который стартует завтра. И уже сегодня есть какой-то тоже старт с 12-го числа, но в основном завтра. Почему Николаевский? Потому что Михаил Ефимович Николаев предложил вот такую идею, и это совпадает с днём его рождения. Завтра день рождения. Кстати, вы можете поздравлять. Кстати, да. Вашего руководителя и соратника, и сподвижника вашего. Да, пользуясь случаем, очень приятно даже почётно поздравить Михаила Ефимовича с днём рождения. Нам очень радостно, что он уже в довольно своём почётном возрасте постоянно находится на связи, постоянно придумывает и продумывает разные механизмы работы с разными категориями населения, то есть готов встречаться с молодыми людьми. Мы даже вот в рамках подготовки к форуму возникло срочное предложение, то есть мы собирали ребят из разных молодёжных организаций, и Михаил Ефимович сказал, а я вот хочу отдельно с молодыми педагогами встретиться. Но, наверное, долго надо будет это организовывать. И ребята очень быстро с Ассоциацией молодых педагогов сделали отдельную встречу, но это даже не то, что в рамках форума, отдельную встречу, где он поделился своими соображениями, куда и как должна развиваться система образования в республике. Поэтому, Михаил Ефимович, с днём рождения, долгих лет жизни, здоровья, и всегда продолжать оставаться, быть с нами на связи, быть таким ориентиром несгибаемости и невероятной мужественности, стойкости и мудрости, конечно же. Эпоха скорпионов — сильный знак астральный, ничего не скажешь. И люди, которые к этому знаку относятся, принадлежат, они, конечно, подтверждают это. В силе им отказать невозможно. Присоединяюсь к вашим пожеланиям и словам. Сами вы не помните, ничего не запомнилось из того, куда он говорит направлять образование, какие-то тезисы? А вот меня молодые педагоги не пригласили на эту встречу. Я потом говорю, о чём говорили, что обсуждали. Ребята мне сказали, что был огромный пласт каких-то открытий, инсайтов, как сейчас принято говорить. Доведут, расскажут. И на страничке в Инстаграм для всех они об этом тоже поделятся. Там они пока только разместили восторг от возможности встречи и прямого общения, хотя и в онлайн-формате. Но всё-таки говорили о том, что теперь будут думать, переосмыслять и делиться на своих страницах, о чём говорил Михаил Ефимович. Наверное, самое важное для молодых людей, для молодёжи, когда их поддерживают, когда их слышат. Вы наверняка, как заместитель министра по делам молодёжи, вы знаете об этом из первых уст. Чего ещё хочет наша молодёжь? Чего им не хватает? И может быть от взрослых, от руководства? Какие у них чаяния? Я сама ещё являюсь немного молодым человеком. Немного молодым? Нет, у нас сейчас по федеральному закону молодые люди до 35 лет. Вот ещё целый год я буду очень молода. Поэтому, в принципе, понимая о тех запросах, которые есть, ну и в силу тем более профессиональной своей деятельности, молодые люди хотят быть востребованными. Они хотят себя реализовывать и хотят быть услышанными. Это начинается с подросткового возраста, когда начинается сепарация от родителей. И есть желание, чтобы родители воспринимали их на равных, да, слушали и слышали, и хотели, чтобы мнение их учитывали, да. И продолжается потом, конечно, в более взрослом возрасте, когда мы уже приходим в первый раз после завершения университета на работу и тоже хотим себя показать перед старшими, взрослыми коллегами, завоевать какой-то авторитет, место, да. То есть всегда, всегда хочется быть услышанными. Сейчас, благодаря площадкам в социальных сетях, это сделать крайне легко, очень легко. Но теперь есть другая проблема, она заключается в том, что можно об этом много говорить, да, кричать о чём-либо, но и реальных дел должно быть также много, да. То есть мы очень много пишем о проблемах, да, о каких-то сложностях взаимоотношений и так далее, вот. И, к сожалению, не так много говорим, пишем, рассказываем о реально сделанных делах нами, как молодыми людьми, вот. Это, конечно, важно, это нужно делать. Вот как раз-таки тема экологии очень такая злободневная. И да, много об этом говорят, что у нас иной раз идёшь и идёшь, пока ты урну встретишь, никуда выбросить, да, или вот горы мусора, или не убирается мусор, ну, всё время об этом говорится. Ну, действительно, я, кроме Антона Васильева, который просто берёт это сам и убирает, никого больше не знаю, вот так, чтобы хорошо это видеть и видеть дела человека. Какие проекты, вот, наиболее интересные, на ваш взгляд, вот по экологии уже заявлены от представителей молодёжи? Как они видят, что это можно исправить, можно поправить? Вот вы начали рассказ, мы прервались в первом блоке про семью, которая сделала вот этот прозрачный блок. Да, я рассказала о движении «Раздельный сбор отходов Якутск». Приглашаю вступить в группу Инстаграм, почитать там информацию. Приглашаю всех, кто слушает, кто смотрит нас. Рассказала о проекте «Мусор в Кубе». Приглашаю в парк посмотреть на этот куб с семьи Григорьевых на страничку, опять же, в Инстаграм проекта «Мусор в Кубе». Там хронология событий, как что происходило. Мы в рамках ещё этого проекта ещё и сделали экошколу. Все материалы в абсолютном доступе. И там поговорили. На самом деле, проблемы экологии – это же не только и не только про мусор. Это в целом про отношение человека к… А мусор – это уже как последствия, как результат отношения. Абсолютно верно. И всё-таки, да, тема экологии «Мусор в городе» – это разные истории. «Мусор в городе» – это тема ЖКХ. И механизмов организации сбора отходов, в то время как в других регионах мы приезжаем, уже видим урны раздельного сбора. Здесь у нас до сих пор вся эта история не внедрена и будет только внедряться в ближайшие годы. По теме экологии есть хорошие проекты в теме экопросвещения, то есть доведения до молодых людей, подростков, школьников. Есть, например, очень интересный проект «Экосело». Ребят команды игры «Таланты Якутии», наверное, вы слышали про эту игру. Это такая вот классная кадровая игра, очень крупная, наша, региональная, в которой участвуют люди, молодые, уже работающие, студенты. И вот они продумали, вот это именно команды «Экосело», «Экосело», они продумали очень интересные такие мультики с якутскими мотивами, озвученные нашими же детьми на тему сохранения биоразнообразия, тему климатического кризиса и того, что будет, если мы не уменьшим количество углекислого газа, который мы выдаём в атмосферу и так далее, так далее. То есть там ряд очень интересных тем. И разработана прямо технология, методика доведения вот этого материала до детей. Потому что на самом деле сейчас у ребятишек такое мышление клиповое, они уже привыкли к ярким, позитивным образом. И через эти образы, через такие мультики ребята как раз ведут свою деятельность. Первые мультики они тоже разместили на своей страничке, опять же, в Инстаграм. Это наша основная социальная такая платформа. Но я так думаю, что и на других платформах они повторят. Есть ещё мелкие локальные проекты, районные. Обычно сводятся они, конечно, к уборке территории, каких-то лесных массивов, к организации сбора различных отходов и вывоза их для утилизации и так далее. Чем больше мы об этом будем говорить, тем всем будет лучше. Так замахиваются на крупное, на масштабное. Я почему-то думала, пока мы не подметём нашу планету, как-то... ...по-другому. Вы ещё затронули тему ЗОЖ и сказали, что спросите, нужно ли вообще. Нужен ли ЗОЖ, второй образ жизни? Разве так может стоять вопрос? Конечно, нужен. Имеется в виду, спросим те механизмы, которые сейчас предлагаются органами госвласти. Нужны ли они, эффективны ли они, может быть, что-то нужно ещё? А давайте напомним, что предлагается с органами власти. Ну, в первую очередь, это, конечно, доступность, да, правда, сейчас в период пандемии по объективным причинам, да, она несколько ограничена, это доступность социальных, спортивных объектов, да, то есть молодые люди имеют возможность заниматься спортом, и, кстати говоря, мне кажется, сейчас вообще абсолютный тренд в этом, в занятии спортом, в слежении за своим здоровьем и так далее. То есть это первый момент. Второй момент, это, конечно, различные профилактические мероприятия и употребление чего-либо и так далее, и так далее, и так далее. Вот. У нас в республике это ограничительные меры по продаже алкоголя-соводержащей продукции. Если поехать в другие регионы, то, конечно, там ситуация совершенно другая. Там в том же Приморье мы можем увидеть алкоголь на прилагах продуктовых магазинов, прямо возле кассы, и это всё открыто, и нет ограничения по времени продажи и так далее. У нас всё-таки здесь совсем другая история, мы уже привыкли к другой реальности, да, что в продуктовом магазине алкоголь мы не встретим, и это верно. То есть эти меры направлены в первую очередь на подрастающее поколение, для того, чтобы дети не видели, заходя в магазин за хлебом, да, то, что ещё можно было бы купить. Вот. То есть 1, 2, 3, ну вот, вот примерно так, если мы говорим по мерам. Вот сейчас алкоголь и табак, это уже, да, как-то не в ходу, но есть другие средства, которые молодёжи используют. Они не так явно заметны, как если бы они употребляли алкоголь или бы выкурили сигарету, но тем не менее они влияют на поведение и на взаимоотношения подростка с окружающими людьми. Да. Различные психоактивные вещества. И на самом деле самое обычное, но самое страшное – это газ. Это, ну то есть, у нас есть, к сожалению, смертельные случаи, да, употребления вот этих вещей в республике. Здесь реклама всех этих вещей ведётся через социальные сети, через интернет, в тёмной части интернета особенно. Вот. Здесь, конечно, есть у нас совместная работа с правоохранительными органами по недопущению распространения вот этих сайтов и так далее, то есть, ну, чтобы на корню вот эту историю убрать, да. Вот. А нужно понимать, что профилактика, например, в образовательных организациях, она должна вестись, не рекламируя вот эти вот средства, да, потому что у нас был период, когда очень громко и везде мы говорили о «спайс, спайс, спайс», и ребята просто заводили в поисковике в своём, да, школьники, подростки, а что такое «спайс»? Да, выясняли, выходили, находили и, соответственно, пробовали, что же это такое на самом деле. Поэтому сейчас механизмы профилактики пересмотрены, и в том числе в рампах вот направления, да, форума мы будем говорить о том, как молодые люди могут профилактировать употребление различных психоактивных веществ. Страшно то, что не все понимают, что это очень опасно для здоровья и считают, что это даже, в общем-то, ничего такого. Мы вернёмся к нашей теме разговора через две минуты. Сейчас реклама, не теряйте нас, слушатели и зрители. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. У нас третий блок, мы до пяти часов в эфире. Телефоны 32 00 66 32 11 66. Для тех, кто захочет подключиться к нашему разговору и, возможно, уточнить какие-то моменты относительно Николаевского форума, который начнётся завтра, стартует завтра. И сюда могут обратиться и студенты, и учащиеся, и дети, у которых есть какие-то интересные проекты, интересные мысли по темам ЗОЖС, семья, экология, право. Чего я ещё забыла? Всё верно. Всё верно. Поэтому, если вдруг у кого-то есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. В нашей студии сегодня заместитель министра по делам молодёжи социальным коммуникациям Республики Сака-Якутия Любовь Клюкина. Клюкина. Я вашу фамилию, простите, неправильно называю Клюкина. Давайте продолжим разговор. Раз мы уже поговорили о трёх секторах, у нас есть ещё один сектор, который мы не назвали, это семья, да? Да. И вот в этом секторе какие наиболее интересные, вам кажется, идеи от представителей молодёжи? Есть ли уже заявки по этой теме? Да, заявки есть. Есть, к сожалению, не так много, как, например, по направлению экологии. Там ребята заявились проектами по работе с асоциальными семьями, то есть семьями, которые находятся в социально опасном положении, да, предлагают механизмы, как могли бы молодые активисты помогать детям, которые растут в этих семьях и так далее. Там есть проекты, которые направлены на решение неких проблем, которые возникают у одиноких родителей, и, к сожалению, сейчас у нас довольно большой процент ребятишек воспитываются в неполных семьях, да, что, конечно, большая нагрузка на родителя, да, потому что он должен и тянуть семью, и воспитывать детей, и так далее. Тоже какие-то механизмы ребята предлагают. Мне завтра самой, если честно, очень интересно побывать именно на этой площадке. Грустно, что все площадки у нас проводятся параллельно, то есть везде быть не получится, вот, но вот на эту площадку я лично, например, планирую прийти, тем более мы на этой площадке позвали довольно интересных экспертов, в том числе депутата Илтумен Оксану Тагировну Михайлову, которая у нас возглавляет, является таким координатором движения РДШ, Российское движение школьников Республики Саха-Якутия. А записей у вас не будет вот на разных этих площадок, чтобы потом посмотреть? Да, да, планируется запись и размещение на YouTube-каналах, и задумали мы еще и вести прямой эфир некоторых площадок на страницах в Instagram, да, то, что вы как раз тоже говорили в начале, тоже хотим, вот, посмотрим, но я думаю, что технически у нас это должно будет получиться, вот, я думаю, что нашим зрителям, слушателям будет интересно это посмотреть. Особенно мы хотим подключить беседу Михаила Фимовича с молодыми людьми, потому что по итогам работы площадок они будут представлять, ну, вот, кратко представитель трека будет рассказывать о том, что было на площадке, и Михаил Фимович будет давать, возможно, советы, да, ну, все, что он говорит обычно, это невероятно нужно и глубоко, вот, иногда даже, может быть, не сразу, как бы, осознаешь, да, то, что сказано, а потом, когда уже переосмысляешь, вот, поэтому вот эту беседу с молодыми людьми в завершении, да, работа площадок мы точно хотим ее вывести в Инстаграм. Вот вы сказали, что заявки есть по теме семья. Интересно, наверное, будет, если вот ребенок сам, например, да, вот, из неполной семьи или из какой-то такой семьи, то есть знает о проблемах этой семьи, не понаслышке, и какое-то вот такое вот решение может, о каком-то решении заявить, но я даже не знаю, что это может быть, и какое интересное решение таких ситуаций. Вот, и мне самое интересное, что ребята смогут предложить в этой теме, поэтому я, на самом деле, в нетерпении, то есть сейчас не готова говорить, что, то есть вижу только тему, да, направление, судя по поданным заявкам, а что именно там, да, то есть какой механизм работы, тем более, что мы так или иначе понимаем, что в этой теме у нас работают и госорганы, да, и органы системы профилактики различной, комиссия по делам несовершеннолетних и так далее, и так далее, и так далее, вот, то есть вроде бы, да, весь госаппарат направлен на то, чтобы семьи были полными, благополучными и счастливыми, да, но при этом всё равно так или иначе проблемы возникают, и какие решения предложат молодые люди, вот это как раз и интересно. Тогда могут подключиться к эфиру и просто те, кто хочет его послушать, или он прям по заявкам только? Ну, задумали, да, что всё-таки заявочная кампания для того, чтобы, ну, беседа была более структурированной, да, и не превращалась в, ну, констатирование фактов, да, и так далее. То есть мы ориентируем ребят на то, чтобы они предоставляли конкретные продуманные решения, да, идеи того, как можно было бы решить ту или иную проблему вот по этим трекам. Поэтому активно ссылку на Zoom, да, где будет вестись сам форум, мы решили не распространять. Думали об этом, сомневались, но решили, что вот в таком формате. Да, мало ли, как говорится, кого принесёт. Да, кто зайдёт. Да, кто зайдёт. Люди есть разные, есть там вообще безликие, да, просто могут всё испортить. Конечно. Ну, тогда интересно ещё и после форума, наверное, нам с вами встретиться, и, возможно, встретиться с теми учащимися, которые уже вот будут как-то выбраны, да, из этих заявок, их проекты. Это же будет очень интересно. Это тоже будет уже своего рода победа. Конечно. У вас есть какие-то призовые, вот количество призовых мест, то есть сколько заявок, вот, допустим, на сегодняшний день их больше 50, да, сколько заявок вы сможете взять для того, чтобы их дальше как-то воплощать в реальность жизни. Для первого раза решили не регламентировать так строго, не разрабатывать там порядок награждений, что-то такое. Решили не делать в любом случае, конечно, все участники, да, треков получат благодарственные письма за участие. Избранные участники, которые будут избраны экспертами, получат рекомендации для входа в акселерацию. Кого-то мы будем рекомендовать и помогать им в подготовке проектов на различные грантовые конкурсы, которых у нас сейчас, ну, можно говорить, что в избытке. Это и гранты главы нашей республики, это и фонд президентских грантов, это и гранты Федерального агентства Росмолодежь и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть, возможно, там у нас как раз-таки будут победители, и те мысли, которые здесь будут высказаны экспертам в отношении проектов ребят, они вот смогут помочь докрутить проекты до победы на федеральных конкурсах. То есть вот тут у нас есть такая вот надежда. И продолжение форума — это не только, да, личные такие победы, успехи ребят. И спасибо за приглашение. Я восприняла это как приглашение, что ребята будут приглашены в эту студию. Я так думаю, что они с удовольствием воспользуются такой возможностью. То есть кроме вот этих личных побед, мы планируем, что вообще форум это станет такой вот дискуссионной площадкой по общению на острые темы, которые возникают у молодых людей. И, кстати говоря, как раз-таки тема, ну, то есть вот профилактики употребления различных веществ, да, помимо алкоголя, это вот первая тема, на которую мы задумали наши будущие разговоры. То есть это будет вот такая постоянная действующая дискуссионная площадка по заявленным темам. Мне кажется, этого немного не хватает. Это очень хорошо, чтобы объяснить ребёнку, что с его организмом происходит. Пусть напугать, но чтобы он не захотел это попробовать, как-то вот в таком, не сделать это рекламой, да, как вот говорите, там часто звучит, начинают искать. А вот именно сказать о том, что ты можешь это обойти, ты можешь этот опыт не брать в практику для себя. И мне кажется, ещё очень интересная тема, которая касается ЗОЖ, когда подростки, они, например, из-за того, чтобы сделать вот какое-то рельефное тело, да, насмотревшись там красивых каких-то в Инстаграм фотографий, они забывают о том, что их организм растёт, и куда-то не в то направление идут абсолютно. То есть они не думают о том, что это может сказаться негативно на их здоровье, если они будут уж слишком там как-то употреблять какие-то там, я не знаю, там... Протеины. Да, да, и всё это может выйти боком. Также и девушки тоже, да, они стремятся за какими-то пропорциями, и тоже могут довести себя и до анорексии, и отказаться вообще от еды. Таких случаев тоже очень много. Как раз вот этот подростковый возраст, когда сложно отделить зёрна от плевио, и это было бы интересно, мне тоже, например, интересно было бы послушать, как... Приглашаем. Да, как, спасибо, как дети и подростки об этом рассуждают. Ну а тем, кто вот смотрит наш сегодняшний эфир, смотрит и слушает, если среди вас есть те, кто может поучаствовать в этом форуме, у кого есть интересные идеи, у этих людей есть сегодня ещё возможность, да, сделать заявку на этот форум. Вы можете найти «Любовь» в Инстаграм. И на странице нашего министерства найти ссылку на сайт Николаев-центра, где как раз-таки располагается форума для регистрации. Там же можно прочитать всю подробную информацию, и мы там сделали даже выдержки из стратегии Михаила Фимовича первой четверти 21 века, где он прописывал, то есть какие направления развития можно было бы взять. Вот именно по этим трекам прямо выдержки, ссылки, где можно почитать, познакомиться, может быть, найти точки соприкосновения и так далее. Но, кстати говоря, в нашем форуме больше принимает участие даже не студентов, а работающие молодёжи. Работающие молодёжи с районов. Я видела в заявках даже главнаслегов молодых людей, которые уже, ну, то есть, возможно, столкнулись с какими-то проблемами и как раз придут на форум за идеями, да, то есть как можно было бы решить те или иные проблемы, которые вот в конкретно взятом на слеге у них возникли. Там такой возрастной разбег большой, если и учащийся может принимать участие, да, и те уже люди, которые состоялись как-то в своей профессии. И для учащихся, например, это будет же вообще крутая возможность заявить о себе, получить опыт коммуникации вот таких, да, и вообще как-то представить свой проект, ораторское какое-то искусство и, в общем, много всего. Поэтому я думаю, что отличное мероприятие, старт завтра, и я желаю вам удачи. Полдня у вас будет очень насыщенно проходить всё, и у нас остаётся 30 секунд, я могу вам предоставить, может быть, что-то хотите ещё сказать тем, кто не слышит. Да, благодарю за добрые пожелания. Приглашаем принять участие в форуме, приглашаем нам все другие мероприятия нашего министерства и наших коллег с районов, которые занимаются формированием молодежной политики. Об этом легко узнать, поэтому будьте активными и неравнодушными. Спасибо. Всем спасибо за внимание, спасибо за участие.